Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами как всегда я, Задротский Апельсин, и сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я делаю обзор на игру Фридоу Ник Тфу Кинг. Это игра польского аниматора Джейка Джилленхола. Игра появилась на свет еще в далеком 2002 году, но популярность она обрела лишь недавно, когда в нее добавили клоуна трики из Madness Combo. Но это понятно, когда добавляют такого знаменитого, культового персонажа. Было бы наоборот странно, если бы игра не стала хитом. Игра популярна у молодежи, в основном от одного до шести лет. Если судить по официальной статистике, комментариев под моим видео про Madness Combo. Ну и прежде чем мы перейдем к детальнейшему обзору этой игры, я попрошу вас подписаться на мой канал, потому что целых 99 тысяч процентов смотрят меня без подписки, а с подпиской всего лишь ноль. Давайте вместе поднимем статистику нашего канала с колен, словно Владимир Путин Россию в 90-е. Также, на всякий случай говорю, я вот тут себе завел почту для рекламных предложений. Но я вот подумал, ну если я так уж сильно поднялся благодаря ролику по МК, то пора бы уже, блин, пять лет каналу все-таки. А почты все еще нет. Зато есть уютненький чат в Телеграме и группа ВКонтакте, в которых при желании вы сможете пообщаться со мной или друг с другом. А также узнавать информацию о новых роликах. Но если вы хотите пропустить весь этот унылиший бубнеж, то тыкайте по этому вот тайм-коду. Ну а мы начинаем наш тотальнейший обзор. Как я уже упоминал ранее, создателем этой игры является Марк Цукенберг, который, вдохновившись игрой Just Dance и фильмом Drive с Райаном Гослингом, очень сильно загорелся идеей сделать что-то похожее, но при этом свое и уникальное. Совместив элементы аркадных автоматов из казино и QTA моментов из игры God of War, он получил адскую смесь в виде Friday Night Fucking. На озвучку главного героя была позвана актриса Роми Парку, которая до этого озвучивала Наруто в аниме под названием Наруто. А теперь поговорим про сюжет. Сюжет, если честно, вообще не блещет. Не, серьезно, ну просто что это? Главный герой по имени Мистер Акварт приходит на гей-парти, где встречает девушку своей мечты. Уже не состыковочка как бы, да? Откуда на гей-парти и взяться девушке? Хотя ладно, может это не совсем девушка, если вы понимаете о чем я. Ну, в таком случае главного героя осуждать не будем. Далее он подходит, начинает к ней подкатывать и вроде как все хорошо складывается. Но тут же подходит ее бывший по имени Валера и начинает встревать. Ну и как бы вызывает на рэп-баттл главного героя, чтобы отбить свою же бывшую девушку себе обратно. А она и не против? Нет, вы скажите мне, это разве хороший пример для юных дам? По-вашему, это хорошая ролевая модель для маленьких девочек, которые будут играть в эту игру ради смазливого главного героя? По-моему, это вообще не окей. Ну и в принципе вся игра состоит из рэп-баттла с бывшим парнем девушки. Вся игра. Ну ладно, сюжет, он как и в взрослых фильмах, он иногда может быть и не нужен. Ну и как бы просто так для галочки, да? Ну а что там по поводу геймплея? Геймплей. Геймплей? Это шутка такая. Геймплей. Состоящий из нажатия четырех кнопок на клавиатуре под бит. Да эту парашу даже игрой назвать язык не повернется. Геймплей. Не смешите, ребята, эту зумерскую помойку за игру можно даже не считать. Это просто тупое дрочиво, которое будет интересно разве что самым конченным задротом, детям и вечным десенникам. И зачастую все в одном лице. Лице ребеночка, которого по-хорошему стоило бы ограничить от интернета в принципе. Кстати, в описании к видео есть петиция для удаления интернета у детей младше 18 лет. Переходи и подписывай. Ставь лайк, если уже подписал. Посмотрим, сколько она. А что по поводу главного героя? Так это вообще типичный... Малолетний дебил. Какой-то вытюбистый шкила с крашенными в голубой волосами, которые уже как бы намекают на его ориентацию. Прямо-таки намек в квадрате, я бы сказал. Мелкий шкалодрочер с женским голоском. Это у нас главный герой. Какой битбокс? Иди в песочнице поиграй, пи***тюк. И самое главное, что кучка тупорсовых детей, или тех, кто развит как ребенок, считают этого персонажа на полном серьезе крутым. Хотят быть таким, как он, ставят себе его на аву и так далее. Над таким типом нужно смеяться и издеваться. Не одобрять. Ну да ладно, просто всегда не любил таких говнорей. И самый главный прайк по той игры. С таким культовым персонажем, как Трики, обошлись крайне неуважительно. Напялили на него какой-то чокер и заставили читать битбокс. Вообще, по-хорошему, за такое пренебрежительное отношение к дирижеру безумия, у меня на районе ебало бьют. Трики for Friday Night Не настоящий, это фейк. Настоящий Трики при виде этого зумерка сразу сделал бы так. Ну а настоящий Хэнк не то чтобы битбоксить. Он с этим пи***ком и в одном поле срать не стал бы. Ну а что по поводу танкистов? Ну на то они и танкисты. Битбокс! По сути, вся суть игры строится на музыке. Ну и раз уж эта игра так уж зашла массом, то музыка должна быть там бомбическая. Ну что ж, давайте тогда этот саундтретчик заценим. Слушайте, я рыгаю. Ну, я думаю, пора подводить итоги. Игорьки, и фанаты FNF. Вот вам небольшой гайд. Если хотите, чтобы у вас хоть когда-нибудь появилась девушка, первым делом удаляйте нахуй FNF с вашего компа. А если же вы хотите себе парня, то так держать. Ну и моя финальная оценка этой игре 0 из 10. Must no play, я бы сказал. Must no play. Это просто дерьмо, блядь. Просто душное, вонючее. Дерьмо. Дерьмо. Просто дерьмо. Дерьмо. Понимаете? Это дерьмо. 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 Это дерьмо. 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 Это дерьмо. Полное дерьмо. 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 Это дерьмо. Дерьмо. Это кал. Кал. Понимаете? Это кал. Это дерьмо. Дерьмо вонючего. Дерьма. Дерьмище. Дерьмицо. Дерьмовое дерьмо. Но дерьма, 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 ммм, пынг, пынг, брк, гадар, дрк, брк, брк Фу блять, фу блять, фу То каждому уёбку, который эту игру хвалит, блять, лично, лично бы дерьма, блять Дерьма бы навалил бы, дерьма бы навалил бы просто в ладони, блять Навалил бы дерьма, блять, кучу дерьма Господи, да понимаете, да даже сам создатель игры говорит, что игра евно Да я это говно, да, день сделал, ебанно, в рот, блядь. Я даже вахуй, что у меня дети в это играют, а даже хомячки ебанят, хуя, это пиздец. Я не думал, что, блядь, в это говно будут вообще люди играть. А ты еще мне хуй, точно же, блядь, петух. Пошел, м... Я сделал эту игру, блядь, сидя в коробке, блядь. Бог создал людей, природу, а я создал говно. Не бросайся в меня моим же говном. Говно, мое говно, значит мое говно. Ну а всем досмотревшим до этого момента, спасибо огромное за просмотр. Поставьте этому видео обязательно дизлайк, отпишитесь от канала. За ролик по FNF, я думаю, уже заслуживает отписки. Также советую подписаться на канал Один Садора, он же Исадора, чью вставку я использовал в этом видео. Чувак просто гений, я у него все ролики посмотрел и пересмотрел. Если что, это не реклама, потому что никакой долб*** для такого ролика не будет отдавать деньги. А также спасибо за идею для обзора на Friday Night Funkin' моему дорогому другу Дажану, моему прекрасному, замечательному другу, который кинул мне Джо Джо Тэг. Обязательно ждите Джо Джо Тэг, кстати, да. Я думаю, что на этом, в принципе, можно закончить ролик. Но знаете, я вроде все сказал, но по приколу я ролик заканчивать не буду и расскажу что-то вообще не связанное с темой. Вот прямо сейчас новая рубрика. Ответ на последний комментарий. Комментарий под видео обзор игры Джо Джо Бизарр Айс оф Хевен, Андвенчур, Фит, Дажан, Диффуз и Андрей. Эльвин Гуесинёв. Ждал выхода аниме он. Ты мангу почитай. Вот что пишет наш дорогой Эльвин. Как бы давайте вот сейчас вот подумаем, благодаря каким видео я набрал хоть какую-то аудиторию. И какие видео по Джо Джо я выпускал в принципе. Про Гапи из восьмой части и про Ресет, то есть по шестой части. Все мы знаем, что по ним существуют уже аниме-адаптации, потому что, ну, если Эльвин пишет, что я мангу не читал, то как бы я иначе еще мог эти видео сделать. А короче говоря, в чем мой ответ? Эльвин удалил нахуй интернет, долбай. Но я думаю, на этом уже можно и закончить. С вами был человек, который не читал мангу и не играл, кстати, вообще ни разу в ЭПНФ, но и умудрился сделать обзор на 10 минут. В очередной раз благодарю вас, ребята, за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. А также тизерю следующий ролик, следующий ролик будет помадно с комбат. Также мы с Ваномесом, Глинномесом, планируем запустить стримчанский по одной из игр по МК. Когда и как, хрен его знает, но имейте в виду. И чтобы данный стримец не пропустить, советую нажать на колокольчик и выбрать там все уведомления. Ролики я выпускаю не особо часто, так что задачивай этими уведомлениями, я вас вряд ли буду. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok